Доброго времени суток и хорошего настроения! Всем привет! Я на Ахтубе в игре Русская рыбалка 4 и осваиваю новую точку, где клюет буфало. На самом деле для меня она уже далеко не новая. Вчера буквально на стриме обнаружил ее. Ну как, обнаружил, подсказали. Спасибо моим любимым подписчикам за то, что они помогают своей информацией, которую находят. Тем не менее, вот я теперь решил второй раз зайти сюда, уже на следующий день, и посмотреть, как клюет. В принципе, клюет даже очень ничего. Сейчас вы видите, что я кого-то такого... А это Амур, по-моему, не буфало. Ну как бы так, мне было странным, но Амур здесь тоже клюет, и достаточно хорошо. Можно сказать, что Приломом... Приломом. Но тем не менее, Прилов очень даже интересно попадается. А вчера, когда на стриме был, достаточно крупных вытаскивал. А вот, кстати, этот вот у нас вот Амурчик тоже, да. Вот смотрите, сколько он весит будет. Ой. Давай. Неплохо. Ну так вот, после вчерашнего стрима, я опять пришел сюда, и с традиционных, так сказать, манипуляций, начал прикормку делать. Вчера освоил новый рецепт прикормки на Бофало. Второй он у меня будет по счету. У нас в основе семя подсолных идет далее. Геркулес из магазина, в добавках. Пелец. Рубленный червь или рачки. И ароматизатор кориандр. Вот. В принципе, показал себе эта прикормка вполне хорошо. Но вот только что-то делать не хочется. Ладно, сейчас я... Так, где у нас? Еще сделаем. Так, рачки у меня еще не открыты в прикормках. Ну вот, все остальные ингредиенты, они у меня есть. В доступе. Вот, отлично. Ладно, сейчас доделаем все. Для тех, у кого не открыт кориандр в прокачке прикормки, можете попробовать прежний рецепт, который я раньше использовал. Молотые сухари, рубленый червь, пелец, вареное пшено, подсолнечное масло. Потом пришел сюда, на эту же точку. И вот таким образом я просидел примерно... Ну, сколько там по времени-то у нас? Ну, около часика. Но в итоге поймал я тут вот 4 амурчика, вполне хорошеньких. Достаточно большое количество буфала. Это карась, красноперка, платва. Ну и... Хотя, смотрите сами, какой у меня этот клев был до этого момента. А пока вы смотрите, заодно почитайте интересные комментарии, которые я тут собрал на канале. Давай, 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 вылезай, 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 малышка. Ой, ты какой. Кстати, стоит сказать, что здесь на эту же наживку клюет амур, кроме буфала. Так что одно с другом и не мешает. Так, это кто-то крепенький у нас. Давай посмотрим. Смотрим, кто-то у нас такой. Вот, по-моему, это буфала. Программчик на 3, 4, 5, 6. Хороший эксплер, мне нравится. Вчера здесь же, на этом месте, когда буфала ловил, закрыл красноперку. Плюнула она на этот же самый пресноводный криль. Хотя, что говорить, вот сами посмотрите. Так, ладно, там вот, Соник, про выползка речь не заходила. О, я трофей закрыл. Красноперку. Похлопаем, блин. Я немного в шоке. Ух ты, как дергает. Ух ты. Ну-ка. Вот, крупнячок. Еще один. Как бултыхаешься, прикольно-то. Ну, давай тебя посмотрим. Кто-то у нас. Точнее, какой ты у нас. Нормально, хорошо, в принципе. Радуешь. Конечно, дождь пошел. Не очень-то, как бы, это совсем хорошо. Но будем надеяться, что клев он не испортит. Или... Нет, не испортил. Но я думал, вообще, как он здесь глист будет. Так, это кто это у нас такой вот тут пошел самый интересный? Я не пойму. Ух ты, туго идет. Так, 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 давай, 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 мужичок. Ничего себе, вот он упирается. Даже... По-моему, это все-таки Амур, судя по острому плавнику. Я уж сейчас не буду... Разглядывать. Далеко, собственно. Хотя, 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 хотя. Кто это такой? Ну, явно не карать, надеюсь. Ну-ка, 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 давай, 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 давай. Вот оно. Чудо ты мое, большеротая. Вылезло. Ну-ка, давай, показывайся, какой ты у нас большой. Нормально. Нормально. Мне нравится. А вот еще кто-то. Там у нас кто? Ну-ка, так вот дергает наш Идер. Ну-ка, давай, 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 давай. Мы тоже что-то немаленькое. Давай-ка посмотрим. Тем не менее, дождь клев идет. И очень даже хорошо. Отлично. Отлично. А тут история была одна. Тоже на Ахтубе во время дождя. Вот тут я был в шоке. В легком шоке. Сейчас расскажу. Ловил я здесь же где-то вот рядышком вот. Вроде всяких пузанков с чихонью. Нападенку. И в общем, вижу, что тянет-то хорошо. Блин. И прям быстро-быстро так тянет. Думаю, ну нифига себе. И в итоге заплывает за остров. А мне-то что делать? У меня бабулка, которая прочностью на 6 килограмм. А тянет там килограмм на 20 какая-то рыбина. Ну, по крайней мере, в мыслях такая рисуется картина. И через остров-то как ее? Ну, и так, и эдак. А он упирается. А на катушке-то лески-то мало. Она уже практически разматывается. Я туда пробежал, сюда пробежал. Ну, и вот, в общем, таким образом, скрипя зубами, кряхтя ногами или что-то как-то так, я все-таки подтаскиваю его. Он маленько подустал все-таки, да? Ну, я его маленько подтаскиваю, подтаскиваю, чтобы он из-за острова-то вышел в основное, это русло из того рукава. И уже тянул. Ну, думаю, все. Что же там такое было? Думал, может, жерех какой-нибудь? А нет. Толстал лобик. На 3 кило? Ну, я думаю, ничего себе. И сголодал живность-то, как на Ахтубе. Такие толстые морды, блин, и маленькие паденки жрут. Ну, да ладно. Так утром наступило. Солнечная погода. Кстати, в чат буфал часто попадает. А у меня вот что-то такой мелкий сегодня утром. Тем не менее, что следует знать там, для того, чтобы ловить здесь буфалу. Снасть у меня вот такая идет на эту рыбу. Флюрокарбоновый поводок на 17,4 килограмма. Крючок большой, номер один. Пресноводный крей. Также у меня на одном из фидеров стоит смесь специй 16. Можно попробовать Палтус 14. В принципе, из рекордов брал наживку, что клюет. Вот здесь можно посмотреть. Здесь в основном пресноводный крей был. Вчера и вот, ну-ка. Да, и сегодня тоже пресноводный крей идет. Ну, я в надежде, что, может быть, попадет черный буфалу, красивый. Тунец 16 вчера пробовал на стриме вообще как-то тихо и глухо. Может быть, сегодня зайдет. Ну, наверное, не знаю, буду ли это пробовать или нет. Так, и здесь пресноводный крей. Смесь специй 16. Пресноводный крей. Ну, в принципе, так я себе и оставил. Но на специи клюет реже. Можно попробовать сейчас заменить их. и поставить на все три фидера пресноводный крей. Посмотреть, что будет дальше. Вот. Координаты 138,99. На карте это находится точка здесь. Клипсы 10 метров. Ух ты, какой хороший клюет. Но все-таки на пресноводный крей чаще клюет. Так что, чтите. На данный момент именно так. Клипсы 10. И заброс в сторону вот этой ряски. Чуть-чуть левее юга. На компасе. Вот ты, какой здоровый попался. Молодец, молодец. Это всяко лучше, чем предыдущий был. Ну-ка. Отличный юбор. Хорош. Нет, не трав, конечно, но тем не менее. Хорошая прибавка к нашей пенсии. А у рыбака в последнее время пенсия так себе. А это у нас, по-моему, карпик, да, так быстренько подлетел. Нет, это Буфло. Просто он легкий. Он сильный, но легкий, как тот ежик. Ну, я сильнее оказался. Ну, вот, кстати, сменил смесь специй на песноводный крыль и вот уже результат. Долго он себя не заставил ждать, но клюнул у нас вместо Буфло Амур. Я уже говорил, что достаточно часто при ловом заходят Амур. Можно посмотреть, сколько у меня. Вот. Так, две штуки надо сразу уже сейчас. Буфло одну. Наверное, по массе, да. Ну, это так и было. На кусочки мяса израсходовать. Так, давайте. Ну, вот, все-таки пресноводный крыль здесь наиболее часто работающий приманка. На нее чаще заходит, чем на остальные. То есть, не приманки, пардонтик, наживки. Что-то я совсем уже очумел от такой рыбной ловли. Так, где у меня еще один доходяшка был? Или мне показалось? Так, ну, это не доходяга, это нормальный экземпляр. Очень даже хороший. Вот, какой здоровенький. Это буфало тоже. Хотя, по-моему, нет. и давай доставайся, плясать тут. Это карпик. Тем не менее, это хорошо. Так, ну, вот у меня рыбалка закончилась сегодня. Буфало половил, даже не только буфало, 49 хвостов всего получился. Улов очень интересный. Вот амурчики. Буфало побольше, конечно, больше всего, конечно. Расик один, он как бы, вот карпики попались. Пару красный оперок, плотва и сазан. Но по времени 2.40, ну, туда-сюда 10 минут пока бежал. Вот, в кафе у нас что есть и ничего. Обидно, досадно, ну, ладно. Ну, а на рынке, а на рынке у нас неплохо, в принципе. за два с половиной часа с небольшим. Мне понравилось. Улов, в принципе, неплохой. В принципе, вы туда сходите, на то же самое место, половите, напишите, насколько у вас улов вытянул. А мы потом в следующем видео покажем самые большие уловы. Вот. А я продаю улов свой. На этом я это видео буду заканчивать. пойду, наверное, что-нибудь еще интересного на Ахтубе поищу. Ну, а вам хорошего настроения, ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok